Добрый день, уважаемые родители! Мы снова в нашей студии. И сегодня у нас в гостях, ну, скажем, достаточно известная в чате личность. Это Люба к нам приехала с Аароном из Германии. И изюминка нашего интервью... Люба, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, и изюминка нашего интервью сегодня заключается в том, что Люба доктор. И не просто доктор, а она врач классической медицины, училась в Советском Союзе, в России, и работает, и подтверждал свой диплом в Германии. То есть, ну, классический профессиональный доктор официальной медицины со всеми текающими отсюда последствиями. И поэтому наш разговор сегодня пойдет, ну, вот как бы в этом русле. И, Люба, тогда пару слов вот о том, почему ты здесь, собственно говоря, о том, что с ребенком, как это было. Вот так в нескольких словах просто расскажи, чтобы знали. Обязательно. Меня зовут Люба, как меня уже представили, моего сына зовут Арон. Он 2012 года рождения, соответственно, ему уже на данный момент времени 6,5 лет. В наличии у него имеется поставленный в Германии диагноз ранний детский аутизм. Значит, помощь в связи с этим он получает со своих полутора лет. Как это начиналось? Ну, начиналось, наверное, это вполне себе стандартно. Единственное, у него не было такого, чтобы он начинал говорить. Речи не было вообще. Указательного жеста не было от слова совсем. Он предпочитал играть с раннего детства один. Наша компания, наша помощь ему были совершенно не нужны. Когда мы пытались как-то с ним взаимодействовать, он буквально убирал руку или мою, или своего папы, или наших родителей, или любых людей, кто с ним пытался как-то взаимодействовать. Ну, то есть вот так. Я не связываю наступление того, что с Аруном произошло, ни с какими прививками, хотя привит он по графику. То есть вот все шло стабильно так. И уже начиная с года, мы начали к нему очень внимательно присматриваться. С полутора лет он стал получать в Германии помощь. К нам на дом приходил логопед, к нам на дом приходил детский психолог. Вполне профессионально молодые женщины. Обеим удалось наладить с ним определенный контакт. Но при этом... Был результат для него? То есть они с ним находили контакт, а остальные? Нет, нет, нет. Я не могу так сказать, что остальные находили с ним контакт. Но во всяком случае он как-то взаимодействовал с этими женщинами. Он был достаточно жизнерадостным ребенком и продолжает им, слава богу, оставаться. Он смотрел в глаза, он улыбался. Он мог взять мою руку и показать то, что ему требуется. Но не разговаривал. Но при этом он не разговаривал. В четыре года он пошел в логопедический детский сад. При этом то, что нас тоже особенно беспокоило, он был еще в памперсе. Он не мог самостоятельно ходить ни на горшок, ни на унитаз. Речь появилась где-то в четыре с половиной года. Ну и примерно в это же время он снял памперс и сам пошел по большому, извините, по маленькому уже на унитаз. Речь появилась очень односложная. То есть это были какие-то короткие слова. С этого же времени примерно он ходит в центр по аутизму. Надо сказать, что тот город, в котором мы живем, в Германии, он может нам обеспечить достаточно хорошую помощь. Но речь, в отличие от центра Бердавида, не идет о полном исцелении. Зачем здесь? Да, вот по поводу центра. Люба, ну вот ты доктор, профессиональный доктор. И вот, ну скажем так, странно, как ты пришла вот к Давиду, вот к центру Бердавид. Это несколько так, ну, наверное, странно для представителя традиционной медицины, потому что известно, что в основном представители традиционной медицины все это дело отвергают, называют, ну, мягко говоря, шарлатанством и так далее, и так далее. Как ты, врач, вот попала? Ну, наступило какое-то время, когда мне уже было совершенно все равно, как звучит диагноз ребенка. Мне было очень важно ему помочь. И я уже начала говорить о том, что та помощь, которую мы получаем в Германии, она не ведет к исцелению, она ведет к пожизненной коррекции. И спасибо за эту помощь. Очень хорошо, что мы там, и сравнивая с Россией, у меня есть возможность сравнивать. Я понимаю, что никогда в России мы бы тот объем помощи не получили, и учитывая, что мы не платим за это ни копейки в Германии, да. Вот. Касаемо того, что я врач и представитель официальной медицины, да, совершенно так. И верила я до определенного времени только часам весам сантиметра. Вот. Ну, опять же, повторюсь, когда речь идет о исцелении ребенка, я отключила свою голову, я отключила все свои медицинские знания, начала общаться с Давидом приблизительно с августа 2018 года. У нас с того времени было в общей сложности, наверное, сеансов 5-6. И я заметила у Аарона действительно улучшение. Вот мне, Лег, мне интересно, вот я все-таки хочу докопаться, мне интересен момент, вот что заставило тебя поверить Давиду? Что заставило, ведь мало ли можно говорить, вот, мы там исцелим, приходите, обращайтесь, все будет и так далее, и так далее. И таких, наверное, очень много. Что же заставило тебя поверить именно Давиду? Что, собственно, почему-то остановилось, почему-то стало с ним работать, но вот как бы голову не отключало, все равно это твой ребенок. И ситуация, может быть, самая разнообразная. Почему? Почему именно здесь? Почему именно с Давидом? Во-первых, я смотрела различные свидетельства. Не только с Давидом, во-первых. Не-не, началось, началось именно с Давидом. Мы еще вернемся к центру, а вот мне пока интересно, почему Люба остановилась, у тебя не просто так спрашиваю, смотрите. Мне интересна позиция представителя официальной медицины в данном случае, может быть, даже не сколько мать, может, понятно, мать как бы бросается искать все, что вот хватается за все, а именно представителя официальной медицины. Почему поверила, что явилось вот таким основополагающим моментом, когда ты сказала, да, здесь ребенка вылечат, ребенок поправится полностью? Во-первых, я смотрела всевозможные свидетельства на Ютьюбе. Первое свидетельство, это было свидетельство Вали, мамы Вити, очень известной девушки, да. Потом, ну что, потом мы начали сеансы, я увидела результат. Практически сразу? Практически сразу. Ну и что появилось, ну, скажем, после первого сеанса? Появилось что? Ну, надо сказать, что Арон не такой уж тяжелый аутист. Например, будучи здесь, Юсефа вообще постановила, что аутизма у нас и нет, у нас есть задержка в развитии, да. К этому мы вернемся. К этому мы вернемся. У него было нежелательное поведение. Вот, нежелательное поведение, ну, скажем так, скорректировалось процентов на 30, на 40 уже после первых двух сеансов. Очень важно, вот, кстати, девушки, мамы, которые будут нас смотреть, очень важно при общении с Давидом во время сеансов сформулировать непосредственно свои цели, чего ты от этого ждешь. Вот как раз с этим у меня проблем нет. Ну, не цели, наверное, сформулировать, проблемы, которые волнуют. Да, 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 проблемы. Потому что то, что... Нет, именно цели направлено, так сказать. Так, проблемы, ну, там мы живем и с этим, ну, и хорошо. Абсолютно, да, да. Нет, цели? Именно цели, то есть... Нужно ли какое-то изменение или... Пожаловались и все. Что мы ждем вообще от ребенка и даже далеко какие-то идущие... Интересный момент. Вот я сейчас здесь немножко приторможу, потому что... Ну, тогда давай мы спросим вот что. Тогда давай озвучь твою цель. Что ты сформулировала для Арона, для себя совершенно конкретно сразу? Цель очень конкретно наша, как родителей, интегрировать Арона в нормальное человеческое общество, сделать его успешной личностью и в будущем, чтобы он в нас совершенно не нуждался. В хорошем смысле этого слова. То есть, чтобы он стал самостоятельной, успешной человеческой единицей. Вот здесь прозвучала очень интересная фраза. Ты ее проскочила, стал не просто успешным, а стал неординарной личностью. Это практика нашей работы уже в хорошем смысле показывает, что... Ну, смотри, хороший смысл, что это очень относительно, в любом смысле. В позитивном смысле. В позитивном, да. Практика показывает, что так оно и случается. И вот когда приходит, вот сейчас чуть-чуть такое небольшое отступление, я не знаю, ты согласишься или нет, ты же тоже вот в чате смотришь, слушаешь, что говорят родители, которые впервые обращаются. Они просто не, даже не то, что не верят, они об этом даже не думают. У них задача, вот чтобы было чуть-чуть получше, чтобы вот ушло тот или иной какой-то негативный симптом, чтобы ребенок там стал вот делать то, что он не делает. И все как бы, и дальше не идет. Вот я думаю, мы уже переходим к следующему этапу нашего разговора, когда истелиться должен не только ребенок, но и родитель. Вот об этом, да, об этом вот я к этому и веду. И мне интересно. Ведь смотри, ты когда начинала работать с Давидом, ты ставила цели вот излечения изменения в ребенке. Да. А про себя? Ну, как-то про себя нет. На себя я тогда внимания не сильно обращала. Вообще я должна сказать, что я считала, что проблем-то у меня немного. И слава Богу. И давайте вернемся вообще к тому, что мы понимаем под успешной личностью. Если можно, я пару слов скажу, да, как я понимаю термин успешная личность. Для меня это человек, попавший в жизни, в свое призвание. И занимающийся своим любимым делом на своем поприще. И на этом поприще он полезен людям. Ну и уже дальше все приятные вытекающие последствия плюшки, скажем так. То есть он может содержать свою семью, может кормить своих родных, может обеспечивать себе и своей семье, опять же, какие-то приятные вещи в виде путешествий, приятного временипрепровождения. Кому что нравится, да, какое-то хобби. Вот в моем понимании вот это полноценная успешная личность. И опять же вернемся к тому, что разговор шел вначале, он шел о ребенке. Так вот, когда ты поняла, что дело не только в ребенке, дело вообще в тебе, в мужа, в семье, то есть изменения должны произойти, или они сами по себе стали происходить, ты поняла, что да, вот что-то меняется в целом. Абсолютно так. Это уже стало происходить при моем нахождении здесь, в центре берега. Мы к этому вернемся позже, а вот во время сеансов... Нет, я этого не понимала. Я этого не понимала. Потому что я являюсь тем человеком, который попал в свое призвание, который счастлив на своем поприще. И да. То есть у тебя не возникало мысли, что проблемы ребенка, они как-то связаны вот общее. Тогда возникает такой вопрос, очень интересный. А цель приезда сюда, в Израиль? Ведь все так хорошо было, дистанционно. Что не хватало? Исцеление ребенка, окончательное и бесповоротное. И движение вверх. И вот когда ты поняла, что действительно надо ехать? Ну, я долго не думала. Почему? Потому что я очень быстро увидела результаты дистанционного лечения, и у меня уже не оставалось сомнений, что если мы общаемся только с Давидом, что же будет дальше, когда мы приедем сюда, к Юсефе, к вам, когда лечение будет комплексным. А не пугало, а вдруг что-то произойдет такое, что вот, как бы, и не надо, чтобы произошло. Я не испуглива. Тогда возникает еще один вопрос, интересный, который мы еще не затрагивали. А как на это все реагировал папа? Абсолютно позитивно. Абсолютно позитивно. То есть он, я не просто так это спрашиваю, очень часто говорят, и вот я читаю, и мамы жалуются на то, что они вот как бы да, а папы вот дистанцируются в лучшем случае, а в худшем случае начинают вставлять палки в колеса, и говорят, что это все глупость, это не может быть, и не надо тратить деньги, это все ерунда, что-то пристало к ребенку и так далее, и так далее, и так далее. А на что деньги? Собственно, все сеансы? Не-не, я о приезде говорю. Я говорю о приезде. Нет, вот один из аргументов пап, да, один из возможных аргументов пап, собственно, да, за что платить деньги, если ты все можешь проводить дистанционно. Вот, 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 так мне интересно, как твой муж, как папа Арона отреагировал на вот эти изменения. Видел ли он это, поддерживал ли он тебя вот в твоем, как бы, вот стремлении, были ли у вас общие цели, общие цели, как бы вот, что вы хотите от Арона? Абсолютно, абсолютно, общие цели у нас были, есть, и, конечно же, будут, и по нашему приезду домой мы сформулируем их снова, и они будут уже более амбициозными. Но, опять же, реакция моего мужа – это результат моего грамотного и мудрого подхода, как жены. Вот, вот, я вот чувствую, что тут не все просто так, поэтому... Неправо. Поэтому, да, поэтому мне очень интересно, вот, как бы, чуть-чуть о твоем подходе, потому что это общая проблема. Может быть, кто-то твой опыт услышит и предпримет его у себя, и, может быть, это кому-то очень сильно поможет. Поэтому чуть-чуть поподробнее. Да, 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 как я уже сказала, основа любого успеха в профессии или в семье, или просто в каком-то человеческом взаимоотношении – это грамотная формулировка. То есть приятно, когда человек грамотно формулирует вообще свои цели, свои мысли. И я грамотно сформулировала историю нашего общения с Давидом, ну, собственно, все это происходило практически у мужа на глазах, и очень грамотно указала и показала на те изменения, которые уже с Аароном произошли. То есть, вот, Люба, один такой нюанс очень хитрый. Вот скажи мне, пожалуйста, первый-второй сеанс. Муж был в курсе, что вы проводите? Конечно. А его не испугало, что там он сидит какой-то там непонятный дядька с бородой, там вроде бы как и ничего не делает, и непонятно вообще, что из этого будет. Мужчины, они как-то более прагматичны. Абсолютно. Дядьки с бородой в кипе нас не пугают от слова совсем. Ну, конечно. Тебя-то не, муж, у тебя цель вот такая конкретная совершенно. Вот ты мать. А муж вполне может насторожиться. А муж отец, и да, разумеется, у него присутствовал скепсис, но этот скепсис очень быстро улетучился. Улетучился потому, что он увидел результат или потому, что это был правильный твое тактические действия. Стратегия, тактика, помноженная на абсолютный результат, то есть вот который мы достигли за буквально несколько секунд. То есть он результат тоже увидел. Он результат увидел абсолютно, да. То есть вот скажи, пожалуйста, вот возникает такой момент. Я как понимаю, довольно часто мамы, сталкиваясь с Давидом, они как бы мужу не подключают к этому. Кто-то прячет, кто-то старается делать, когда папа не дома, кто-то вот... То есть нет, довольно редко вот можно увидеть, когда действительно с ребенком работает вся семья. Ну, можно по пальцам перечитать такие семьи, которые вот у нас были. Вот, а чаще всего только мамы. Вот не является ли это, как вот мы говорим сейчас о тактике стратегии, не является ли это стратегической ошибкой? Я думаю, что у каждой семьи абсолютно свой секрет. В нашем случае я тоже находилась во время сеансов с Аароном одна. Мой муж был на другом этаже, скажем так, с моей маленькой дочкой, потому что с ней кто-то должен в это время оставаться, если она не спит. Это, как правило, все сеансы происходили в период ее бодрствования. И он был с ней. Но он видел результат. И плюс, конечно же, наша общая стратегия, как, знаете, было во время Великой Отечественной войны. Все для фронта. Вот о том, как ты с папой работала в этом направлении. Вот очень интересно. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим через несколько минут. Давайте. Давайте тогда до следователя.